Ну вы женщина, потерпите! Настя, привет! Привет-привет! Настя, насколько я понимаю, ты сейчас с нами на связь вышла где-то с передовой. Где-то из-под Авдеевки, да. Как там обстоят дела, расскажи. Как настроение? Настроение позитивное, прохладно немножко, уверенно идём вперёд. Не такими, конечно, темпами, как хотелось бы, но прилагаем все усилия врага. Выбиваем, отодвигаем, закрепляемся, всё хорошо. У тебя на днях был день рождения, поздравляю тебя. Как там тебя сослуживцы поздравили, расскажи. Ой, как они меня только не поздравляли. Ребятам спасибо большое. Ну как многие некоторые ребята с окопов заказывали доставки. День рождения я вырвалась, спасибо командиру, от начала дома с мамой. Потому что мать, к сожалению, четвёртая стадия рака. Старались, соответственно, максимально вырываться. Доставку заказывали. Ну что, звонили, поздравляли. Вот, звонили, поздравляли. Самое лучшее было у меня друг, он капитана получил. Вот, закончил, да, казанское танковое. Молодой совсем пацан. Молодой, отчаянный, тоже мы с ним на одном направлении как бы работаем. То есть это была, наверное, самая лучшая новость, потому что заслуженно. Ну вот, кстати, про отчаянность. Я тебя знаю как человека сильного, трудности ты не боишься. Ты вообще вот всегда была такой? Или, может быть, был в жизни какой-то там переломный момент, когда тебе пришлось стать сильной? Да, с детства, наверное, у меня... То есть это черта характера? С самого детства. Ну потому что, да, оно голодное было, там, родители в основном там работать старались, там, на еду заработать. Я 91-го года выпуска, то есть вот я четко помню, когда там, допустим, кушать нечего, когда там денег нет, когда в школу, там, одноклассников, там, у родителей другая возможность была. Они как-то их там, ну, одевали, да, на 1 сентября. Я помню, мы там по секонд-хенду ходим с мамой, денег нет совершенно. И матери тоже как бы обидно и печально, что, ну, не новые вещи. Я помню, еще маленькая была, лет 9-10 успокаивала. Я говорю, да ладно, мы прорвемся. Вот, из этого, наверное, с детства, все мы родом из детства, оттуда вот эти посылы, наверное, про гуманитарные площадки вот эти. Ну, человек, который сам все это пережил, у него немножко другое восприятие мира. А касательно военки, ну, у меня как бы дед военный всю жизнь, как бы, и все было перед глазами, поэтому... Про СВО, вот если все-таки поговорить, ну, многие, когда началась спецоперация, ушли на фронт по разным причинам. Ты почему пошла? Ну, у меня примерно такая же мотивация была. Это тоже я секрета из этого не делаю. Остался, когда супруг ушел, оставил меня с тремя детьми, как бы совершенно там из алиментов, без ничего. Это было 29 декабря 2021 года, когда началась специальная военная операция. У меня, ну, у меня образование как бы соответствующее. Вот мне сделали предложение. Ну, на короткие контракты я принимала ранее участие в составе, в НСВО, в составе, как сейчас принято говорить, частной военной компании, да, не буду название озвучивать. То есть первый раз я попала в ДНР, Донецкую Народную Республику, вот, в Мариуполе и рядышком, то есть в составе ЧВК. То есть, опять же, это были короткие контракты. Это с февраля 2022 года, да, когда началось? Нет, 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 нет. Да, ну, в смысле, началось все с февраля, да, в феврале, а я попалась в конце апреля. Угу. То есть я не с самого первого дня участвовала, интересно именно на Ливнефт. Я, кстати, в самом начале забыла еще сказать, что ты многодетная же мама. Как вот дети отреагировали на то, что мамы не будет, мама идет? Ну, дети до последнего не знали. Дети как бы знали, что я туда вожу гуманитарную помощь. Собственно, это тоже была часть моей работы уже в составе, как бы, частной военной компании, да, долго объяснять вообще, как бы, смысл того, чего мы делали. Но потом, да, все это стало как бы известно. Ну, что дети, они... Дети у меня патриотическое воспитание получили. У меня дочь во втором классе еще сочинение, участие в частной православной школе в Мариамполе. Вот, за что спасибо громадное этой школе. У меня прекрасно было, как бы, моего ребенка... Вот и патриотизм привило. Я говорю к тому, что участие в частной православной школе у меня ребенок во втором классе написал сочинение про драгуно. То есть и про то, в том числе и про снайперскую ветровку, и про то, как он биатлон наш в свое время поднял. Вот, поэтому у меня дети, в принципе... То есть с пониманием отнеслось? Да, особо шока у них не было. Шок, наверное, был более... У меня уже от батюшки там, от самого отрасли беса не было на тот момент. Он тоже отрак скончался в ноябре 21-го. То есть мать у меня только была. Вот она, конечно, была в шоке, бывает, мягко говоря, в шоке. Вот. Ну, а также, да, мотивация. Я не буду просто лицемерить и говорить, что там какой-то на тот момент у меня был ура-патриотизм в плане туда пойти. Но у меня была такая финансовая ситуация. Я считаю, что об этом тоже нужно говорить прямо и честно, не бить себе пяткой в грудь и, типа, за все хорошее против всего плохого. Нет. Я пошла, у меня была конкретно. Уходила я с центрального военного округа, то есть с Урала, да, то есть я там контакт первый подписывала. То есть у меня была конкретная денежная мотивация. Это очень-очень важно. Поняла. А сейчас осталось там все по той же мотивации или еще какие-то причины? Да, я просто у нас теперь контракты не прекращаю. Это 24-го года, контракт до ноября. Вот уже при всем желании как бы уже никуда не денешься. Что, твои обязанности какие вот в рамках спецоперации, что ты там делаешь? Что женщина может делать на линии, скажем так, соприкосновения на фронте? Ну, вообще, что может сделать женщина? Женщина лучше, лучше там ничего женщине не делать, толку с ней там, как сказала молока. Ну, в основном, да, если уже, ну, как есть. В основном, если женщина уже как бы для себя такой путь приняла, чтобы она там была эффективной, я уже, ну, не говорю про медиков-связистов, вот, допустим, с нуля она идет, да, это либо оператор БПЛА, либо это работа с каким-то определенным видом оружия. Вот у нас, с нашей стороны, я работала с несколькими подразделениями, частично женскими. Девчонки, они молодцы, то есть числа нацболок, работали они с СВД. В основном это сборы, передача развединформации, потому что ходили, ну, грубо говоря, передвигаться по фронту гражданскому человеку, если он писает в сети, гораздо проще, чем это будет мужчина. И внимания меньше привлекаешь, и прочее, как бы, вытекающее. Соответственно, есть у нас много видов разведки, это и БПЛА, и, в общем, очень много видов разведки есть, но когда ты пешочком куда-нибудь доходишь, глазками с ними все видишь, соответственно, это и оперативнее информация, как бы, и, соответственно, объективнее. Ну, то есть все-таки толк от женщины есть? Да, ну, есть, но это такой толк. Так, вот я сейчас оглядываюсь назад, вспоминая, как я, с чего я начинала, да, то есть свою деятельность в составе боевого подразделения. Ну, да, да, стадии назад я понимала, что у меня трое детей, мать, ну, тогда еще не знала, конечно, что у нее четвертая стадия рака, нам попозже уже в конце того года диагностировали. Я просто оглядываюсь назад и понимаю, что, собственно, там что-то случилось, но моему бывшему супругу так сложились обстоятельства, что мы, ну, дети, как бы, не нужны, они бы просто, наверное, попали, ну, в детдом, там, в приют. Остались бы, да, одни. Да, потому что больше родственников нет, и тут, как бы, опять же, соразмерность, соразмерность, как бы, дети с матерью, дети с матерью, либо от тебя там толк. Вот, ну, слава богу, все сложилось, и дети с матерью остались, и толка. И толка было немало, как говорят мои командиры. Ну, а с чего начинала все-таки? И медалями там отметили, спасибо им, конечно, большое, и финансовые, как бы, выплаты. Вот, то тоже, как бы, ну, как объяснить, материальное поощрение за те действия, которые я делала, то есть не включая, как бы, зарплату там сверху. То есть, ну, я работала прям на износ, конечно. Ну, значит, да, было за что отмечать. Настя, скажи, с чего все-таки, если не секрет, начинала? У нас, в принципе, с врагом немножко похожая стратегия. Вот, когда я начинала, с чего я начинала? Это адресная гуманитарка, в том числе доставка гуманитарной помощи, но она была прежде всего направлена не как сам факт оказания помощи местному населению, а на налаживание и взаимосвязи. То есть, в основном, при фронтовая, как бы, зона. Понятно, что у каждого есть, там, какой-нибудь кум, брат, зять, сват, одноклассник, там, однокурсник, который по ту сторону, вот, либо мобнутый, либо по своему желанию, там, в СУ пошел. И, соответственно, как бы, ну, поиск корректировщиков. То есть, какие-то... Для этого что нужно было? Для этого нужно было установить нормальные, как бы, личные контакты с местным населением. Понятно, что, как бы, на военных, а не на наших народ, поначалу был перепуганный. То есть, они не понимают, что там завтра будут, завтра где они останутся. Они там, в душой, как бы, за Россией, но они не знают, что будет дальше, и никто, как бы, об этом не доводит. И поэтому для того, чтобы с местным населением наладить контакт, была принята и разработана такая стратегия, как доставка адресной помощи. Вот, если даже по моей группе посмотреть, да, по информационной площадке, как бы, нашего сердца Севастополя, там было видно, что в какой-то момент мы просто перестали возить обычную гумку, а начали резко адресную гумку возить. То есть, там, ребята, если у вас там есть родственники, мы можем передать. Для чего это было сделано? Для того, чтобы вот как раз-таки наладить вот эти вот контакты с местным населением. Потому что приезжает хорошая девочка, Настенька, там, какой-нибудь баба Валя, там, доченьки привозят посылку, вот. Потом смотрит там, что баба Валя, соседка какая-нибудь, баба Галя, которой кушать нечего. В следующий раз уже Настенька приезжает, там еще той бабульке что-то закиднет. Так оно потихонечку-потихонечку налаживается, устраивается, вот. Но это можно назвать, Настя, это можно назвать вербовкой и сбором разведданных? Или это слишком грубо? Так точно, да нет, оно так и есть. Называть вещи своими именами. Ну вы женщина, потерпите. А снисходительное какое-то отношение к тебе как к женщине есть? Вот среди коллег-мужчин? Или на войне все равны, как говорится? Да нет, нет, конечно, нет. Я могу сказать, что если это связано с работой, допустим, с какими-нибудь из видов оружия на линии боевого соприкосновения, то в группе, в любом случае, находятся мужчины, допустим, стоит какая-то задача, вот нарезали задачу, да, ее надо решать, выполнять, исполнять. И они, прежде всего, ну, они мужики, они не мужики, мужчины, они смотрят, чтобы с тобой было все хорошо. То есть, понятное дело, что, ну, наш мужчина есть наш русский мужчина. Он сначала, чтобы с тобой было все хорошо, потом мы уже дальше задачу будем делать. То есть, грубо говоря, я иду за мной, допустим, ну, или рядом там, да, пять мужчин идут, и они, ну, как бы там, аккуратно, 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 ну, то есть, вот в этом плане. Поэтому я не понимаю, когда вот у нас вражеские там барышни, да, там где-то с автоматом в окопах. Ну, от барышни с автоматом в окопе толку, как с козла молока. Вот они сейчас для чего формируют вот эти вот все женщины, да, вот сейчас мобилизация женщин на Украине в ближайшее время начнется. Это не для того, чтобы они с автоматами в окопах сидели, это вот как раз-таки барышни получат определенный инструктаж и будут внедрены, в том числе и вдоль линии боевого соприкосновения. Вот это очень явление новое. Для диверсионной деятельности, да? Да, да. Каждый раз, когда наша армия продвигается вперед, занимает новые населенные пункты, в которых условно жили там, ну, я такая сейчас утрирую там, да, бабушки, дедушки, буквально через там неделю появляются кучи молодых женщин. Очень, и таких прям, ну, хорошей внешности. Потому что война войной, как бы, ну, все мы понимаем, что все мы люди, все мы человеки. Я вот будущего супруга тоже замуж выхожу, скоро тоже встретила на войне. Поздравляю. Спасибо. То есть от чувств никуда не денешься, и наши парни тоже, как бы, ну, СВО сбиться уже сколько. Вот. И тоже понятно, что с местными девчонками знакомиться, и вот тут, конечно, нужно проявлять большую осторожность, потому что в основном, да, женщины внедрены с целью добычи в ответ, в данных и передачи. Ну, а как знакомиться с местными девчонками? Местные девчонки-то все-таки не наши? Да, знакомиться-то с ними можно, главное, ничего не рассказывать. Нигде-то, ниоткуда, никакое подразделение. Нигде там у тебя танк стоит, или там гаубица в каких кустах находится. Ну, и как получается у мужчин не раскрывать все карты барышням местным? Ну, у нас есть и хорошие примеры, и плохие примеры. Я могу сказать, что вот на направлении, где я работала, у нас прекрасные ребята из департамента военной контрразведки, они все это дело очень хорошо мониторят и пересекают, и даже когда случаются оплошности и погрешности, всегда они есть, ну, к сожалению, в любой сфере, то это все очень быстренько как бы нейтрализируется, ну, в плане, чтобы эти разведанные не успели как бы утечь. По правилам все хорошо, но, конечно, и на старуху бывает старуха. Ну, то есть мужчинам на войне надо быть бдителями вдвойне? Не только по поводу? Вообще с любым местным населением, с любым местным населением, которое находится недалеко от ЛБС, либо непосредственно на ЛБС, нужно 10 раз подумать, что ты им говоришь вообще. Смотри, у нас тут такая ситуация, то, что даже в Крыму и Севастополе как-то вот прям участили случаи, когда так называемых ждунов выявляют, или тех, кто там сливает какие-то данные. Вот, и вот эти вот барышни, которые... Да, и вот эти барышни, которых сейчас могут, будут собираются в осушники, они же не все там, грубо говоря, в деревню пойдут, где наши солдаты там расположены. Они и в губь материка расползутся, это стратегические наши полигоны. То есть это, ну, они... Как это вот работает вот из последних случаев, да, когда такую барышню вычислили, то есть она приехала, она устроилась в магазин работать. То есть, ну, у всех легенда одна. Они бегут из-под расстрелов, они за Россию. Она устроилась в магазинчик работать. Да, там туда-сюда, пятое-десятое. И как бы, ну, ни у кого как бы в основном не возникает никаких подозрений в отношении таких людей. Поэтому, да, этого везде хватает у нас. Я не знаю, правда, на что они надеются, чего они ждут, то есть, ну... Ну, я так понимаю, что мотивация, это больше всего материально. Потому что, когда я присутствовала при депросе, вот, не единожды, ну, вот, ребят, которые передавали разведанные, то есть, вражеских ребят, да, то есть, в основном мотивация материалка, конечно. Им очень хорошо платят. То есть, из того, что я видела крайний раз, это 20 тысяч евро за три месяца получил мужчина. Причем мужчина пенсионного возраста, как бы инвалид. Ну, 20 тысяч евро, это нифига себе, какие деньги. Ну, неплохо, да, довести сначала до нищенского состояния, потом, конечно, можно манипулировать в материальном плане людьми. Мне просто говорят, что люди ведутся, да, у них каких-то глобальных пониманий там нету, или есть, или они просто засунули себе куда-то подальше. То есть, ну, они деньги видят, и все, у человека мозг включается. В плане анализа и оценки ситуации какой-то глобальной. Ты непосредственно участник этих событий. Как оцениваешь сейчас ситуацию нашей российской армии? Ну, я могу сказать, что мы уверенно двигаемся вперед, даже если у нас по некоторым направлениям бывают, ну, как бы, бывают, да, ситуации, когда мы немножко не вывозим, но это как бы единично и ненадолго, ненадолго. Вот, ну, очень очевидно, что у нас все хорошо, потому что мы смотрим на самые сейчас большие учения, которые в НАТО начинаются, да, то есть там около 90 тысяч людей будут задействовать своего МОП-резерва, и около 40 тысяч, по-моему, кадровых военных, если я не ошибаюсь, по данным. То есть мы понимаем, раз они там уже обделали, значит, все у нас получается, и все у нас получается очень даже хорошо, если даже Европа уже немножко присела на пятую точку. Вернемся к нашей все-таки теме «женщина и война». Наверняка, и ты слышала, это вообще расхожая фраза такая, что у войны не женское лицо, а среди моряков, ну, в широком смысле моряков вообще, среди мужчин тоже есть бытовало, по крайней мере, такое поверье, как «женщина на корабле к беде». Ну, если возьмем корабль как такое метафоричное, да, какое-то определение, что женщина не место там, где идет война, и работают мужчины. Я так понимаю, что не удалось нам, да, тренд этот перебить и доказать, что женщина полезна на фронте. Ну, по большому счету, я могу сказать, что женщина, она правда бесполезна, но это единичный случай, но единичный случай, потому что если бабы на войну пойдут, но что дальше? Ну, всем скопом, потому что ко мне огромное количество женщин обращаются, пишут и по личкам, и как-то умудряются звонить, где-то номера находят. Вот, а как попасть, а как попасть? Ну, вот зачем? Вот он просто, вот я со своего опыта... Ну, может быть, тоже материально у них мотивация. Зачем? Вот, ну, может быть, тоже материально, но уже как бы... Ну, я же говорю, у меня просто такая переоценка ценностей произошла в плане женщин. Они воюют там, мужики, чтобы мы здесь были живы, здоровы, целы, а мы туда прям, ну, мало ли, чего нет. А мы за ними, да? Женщина, прежде всего, знаменосец. Она должна быть моральной поддержкой, то есть это тыл, тыл должен быть хорошо, надежный, хороший, хорошо закрытый. То есть своим путем ты не рекомендуешь этим всем женщинам? Нет, однозначно нет. Если есть, конечно, специалисты, у которых есть определенные навыки, это вот стрелки нашей девчонки, да, которые там и мастера спорта, и, ну, в целом, самоучки, да, то есть у которых есть действительно талант. Если есть девчонка, у меня есть знакомая с разведки в Донецком, вот именно с ДНР, она изобрела и запатентовала, по-моему, она даже все в ГУ, я ее привозила еще в 22-м году, летом, полно, все в СТОПЛИС, дронобойку хорошую, то есть она инженер. Вот, то есть вот это, вот есть как бы немало того, чем ты можешь быть полезен на фронте с точки зрения военки. Ну, вот так вот просто потому, что у тебя петух, жоп, клюнул, я хочу, ну, то есть это просто адреналиновые маньячки, им не хватает адреналина. Говорить сейчас про какую-то материальную мотивацию, ну, я не знаю, ну, когда я просто туда уходила, когда я уходила, там все другие суммы были, совсем другие суммы, нам платили там до 500 тысяч в месяц, ну, то есть я не стесняюсь этого озвучивать, как бы это не секрет. Плюс еще все расходные, там какие-то ОРМки, ну, там типа оперативно-ростные мероприятия, что с этим связано, то есть нам тоже отдельно компенсировали. Но сейчас мы понимаем, что ты уходишь на фронт, получаешь, я проговорю за женщин, да, вот если ты тут оставляешь детей, получаешь 200 тысяч, в лучшем случае, как бы, ну, стоит ли об этом? Не стоит, да. Ну, я думаю, нет, нет. А с тобой в твоем окружении там сейчас, ну, много девчонок тоже служат? Три у человека, это, опять же, инженер, инженер, одна девочка есть с, как девочка, девочки 46 уже, одна девочка с тратиллери, она занимается, ну, не то, что талант, она занимается в рембате по обслуживанию буксиром артиллерии, да, то есть там... Такая мужская профессия, да? Ну, да, да, но она прям местная, донецкая. Вот. У нас Ольга Сергеевна, Сорсенебес на курсе, ну, вот, в свое время, да, служила. А вот две, ну, вот так вот, ну, и одна работает в местной полиции, он следователь, ну, тоже прифронтовой, но такое. Ну, я смотрю, что в основном потребность в женщинах, которые освоили какую-то специализацию не совсем женскую, да, там, свойственно больше мужчине. Да, 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 да. То есть это нужны либо какие-то навыки определенные, да, то есть определенные навыки у тебя должны быть какие-то, либо там они у тебя в процессе жизнедеятельности до там вступления, скажем так, в ряды, да, армии были выводы, либо ты где-нибудь обучилась, ну, опять же, операторы БПЛА, то есть вот их сейчас тоже там и девчонок берут, обучают, пожалуйста, вот так просто, что ты с улицы пришел и что ты там будешь делать, вот как тоже девчонки пишут, я там готова быть там, там хоть кашу, говорит, ну, слушай, мужики без руки, кашу себе не готовят. А, кстати, кто готовит вам, вот, да, интересно, женщину или мужчину? Каждый, что он себе готовит. А, каждый, то есть нет, да, такого централизованного приготовила там на всех из-за длинных в том числе? Есть, смотря там какие-то, ну, это подразделение зависит, ну, в основном, как бы, блин, даже ямки каждый там себе готовит. Вот. То есть повара вам, поварихи тоже потребности не нужны. Понятно. Настя, завершая наш разговор, вот скажи, пожалуйста, можешь ли ты сказать сейчас, что тебе пришлось в жизни чем-то вот серьезно пожертвовать, чтобы стать сегодня тем, вот кто ты есть и быть там, где ты есть? Да, пришлось. Пришлось есть? То о чем ты? Начиная, начиная от благотворительного фонда, потому что, ну, все было фигово там с браком и со всем, да, когда у тебя есть эта непотребность куда-то девать себя, вот, ну, соответственно, так фонд благотворительный появился. Потом, опять же, все вытекающие, потом фронт появился. То есть, если о чем, о чем я жалею, то есть много моментов есть, о которых я жалею, ну, это какой-то, может быть, есть, вот у меня 25 декабря того года я была, например, под Кременной, и я не могла выехать, я потом сбежала, сбежала с фронта, так сказать, мне пацаны прикрыли, а потом мне строгач упили. Куда мне мать написала, у нас не было тогда связи, связь была там, где-то раз в неделю у нас была тарелка, но трафика было очень мало, и мы там, ну, просто по своей поработе, это у нас называется, синяя линия, да, там что-то передавали, какие-то свои там штуки, и вот мне пришло сообщение от матери сухое просто скрин, ну, фотография, значит, протокола после колоноскопии, биопсии, ну, в общем, что у нее четвертая стадия рака, у меня мать с тремя детьми, у меня истерика, я, вот опять же, да, барышня на фронте, у меня истерика, я хочу как бы домой к маме, к детям, а мне говорят, вариант, братан, ну, типа, будем как-то петлять, но это не быстро, это месяц, может быть, полтора, и рапорта писала, и все, как бы тогда ничего, ну, я просто потом взяла и взрыснула на неделю, вот, вот об этом я жалею, что я тогда рядом с матерью не была, потом опять же, мать поехала на лечение в Москву, у меня контракт не заканчивался, и что мне делать, детей предлагали поместить в приют временно, пока у меня контракт там, я забрала детей в Кременную, у меня дети учились, то есть все детей вывозят оттуда, а я, получается, детей туда привезла, у меня дети заканчивали школу в том году в Кремене, но и под бомбежками, в классе у дочери старше было два человека, в классе у Тихона один, то есть все местные детей вывозили, а я, получается, наоборот, то есть у меня дети вообще совершенно спокойно реагируют на любые там входы, выходы, то есть там уже и стреляют практически, мне кажется, из всех видов оружия. Закаленные. Да, если это хорошо, я не могу сказать, что это хорошо, но я не могу сказать, что это плохо, это жизнь, вот, но я, например, жалею в свое время, что когда до мобилизации у меня была возможность не продлевать контракты, тогда же опять же они у нас все были короткими, а я продлила, ну, кто же знал, что такое дальше будет, кто же знал, что у матери рак будет. И вот так получается, дети, я сейчас работаю в ТЛУ, вот работаю в ТЛУ, вот, и дети со мной в том числе находятся, вот, уже в нормальной там школе, это тоже не секрет, и в Янакиево, да, то есть они в Янакиевскую школу ходят с другими детками из ДНР, то есть вот, все уже потихоньку привыкли к психофронтовой жизни, но если бы на момент начала мобилизации у меня была возможность контракт не продлевать, точнее, она у меня была, если бы я его использовалась, я бы его не продлевала, потому что на тот момент у меня уже пришло четкое понимание, что я нужна в семье. Ну, точнее, не на тот момент, а вот уже после пришла, когда вот мать вот с этим вот диагнозом. Ну, это жизнь, как ты сказала, я с тобой полностью согласна, и я, Настя, желаю тебе, чтобы у тебя в жизни было как можно меньше моментов, которых придется жалеть. Спасибо громадное. Я напоминаю, у нас была в гостях Анастасия Шайхудинова, волонтер, участница СВО и мама троих детей. Настя, спасибо. Удачи. Спасибо, Полина. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok